Уже завтра начнется новый учебный год. В Чебоксарах, в отличие от Москвы, решили не отходить от традиции и провести линейки 1 сентября. Ну а сегодня по школам прошлись чебоксарские депутаты и Ольга Пырочкина. В 37-й чебоксарской школе 1 сентября первый звонок прозвенит уже в 42-й раз. Однако по внешнему виду фойе этого не скажешь. Даже расписание в этом году будет в электронном виде. К этому учебному году школа полностью готова. Во-первых, у нас безопасность детей. Это у нас первая очередь. У нас внутри 21 камера. Снаружи у нас 8 камер по периметру полностью. Турникеты. Прием к МЧС и других ведомств школа прошла без замечаний. Так что сейчас здесь спокойно готовятся к празднику. Кадетские мяты в победе. Кадеты всегда на теку. Они защищают. И стружести нету в своем. В 37-й школе кадетские классы открываются с 2015 года. Я в эту школу пришла только в этом году. Я все это буду изучать наравне с ребятами-кадетами. Уже несколько лет здесь работает и секция по шахматам. Вот это слон, это конь, это пешка. В этом помещении когда-то был склад. Теперь собственный этнографический музей. Экспозицию собрали с нуля преподавателя с учениками. Это у нас кошель. Сделана из лыка. Ну, по-современному, если назвать, это сумка. Она вот так открывается. Здесь носили продукты, хранили разные вещи. В общем, брали в дорогу. Детям очень интересно. Они смотрят, наблюдают. Мы им все разрешаем потрогать руками. Экспозицию музея сегодня пополнил подарок депутата горсобрания Сергея Лебедева. Совершенно неожиданно для него самого. У меня случайно как раз в машине лежало веретено вот это. И покуда у вас создается такой музей, вот вам от меня тоже такой подарок в пополнение. Это веретено. На него наматывается уже нитка, которую ткут из шерсти. То есть вот так. То есть это делается вот так вот. Раз, вытягивается и накручивается, опять скручивается. Не пробовали ни разу? Самое главное, наверное, это чтобы ребенок хотел ходить в школу. Потому что нет желания учиться, его никак не заставишь. Вот в такую школу, куда мы приехали сегодня, ходить хочется. Теперь о ложке дегтя. Школа переполнена и буквально в одном шаге от второй смены. В отличие от 37-й, 56-я чебоксарская школа в шаге от смены 3-й. Она рассчитана на 825 человек, а учиться в ней в этом году будет более 1600. Сформировано 9 первых классов. Чтобы решить проблему нехватки кабинетов, в классные помещения переделали бывшие столярные мастерские. Мы два кабинета переоборудовали. Где-то порядка 360 тысяч у нас ушло на это. Столярные мастерские, в свою очередь, перенесли в бывший гараж, который в последнее время служил складом. Работы по переоборудованию здесь закончат до конца первого учебного месяца. Из того, что закончили еще летом, футбольное поле, которое не пустует сейчас ни дня. Это все искусственное покрытие. На квадратный метр вот этого покрытия сначала укладывался песок кварцевый, по-моему, 8 килограммов, а потом 5 килограммов прорезиненной крошки. Конечно, насколько школа безопасна и соответствует всем требованиям и нормативам, давно проверили специальные службы. Цель депутатского рейда – узнать, насколько детям будет комфортно. Когда есть бассейн, когда есть кружки, спортивные секции, когда у нас строятся футбольные поля – это тоже все благоприятно действует для наших детей. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика.